Я не смогу вам преподнести какое-то новое, оригинальными открытиями, полное, так сказать, выступление, потому что получается, что иногда мы занимаемся такими плановыми работами, и вот на сей раз так же получилось, что, в принципе, я вернулась к тому, с чего в свое время начала. Но мне казалось в этом контексте очень уместным поговорить о славянизмах, что в наших говорах, так как я сама выходец из определенного края, не из Риги, не из какого-то другого большого города, а, как говорится, человек из народа. И, конечно, я до школы даже другого латышского языка не знала, как только свой латгальский, мой край Латгалия, между прочим. И мне сегодня было очень приятно узнать, что у вас в Восковском университете, оказывается, даже не только латышский язык изучают, а даже и латгальский. Ну, куда еще? Значит, перспективы большие, и будем работать и вдохновлять друг друга. И, конечно, будем делать замечания и в этом контексте тоже, потому что, я уверена, не только в моей речи ошибки будут, может быть, и тут тоже какие-то. Но все можно обсудить. Ну, начнем с того, что благодаря географическому положению и истории Латгалии славянские языки, и, конечно, это у нас польский, русский, белорусский, для латгальских говоров оказались таким же мощным источником заимствований, как немецкий для нижнелатышских. То есть, видзем и курзем у нас под влиянием немецкой культуры, в том числе языка, а Латгалия уже как часть Витебской губернии в последнее время, конечно, под славянским влиянием долгое время была. Данным сопоставлением, безусловно, требующим детализации, проблема, разумеется, не исчерпывается. Доминанты того или иного воздействующего языка связаны не только с общей историей края, но и с особенностями хозяйствования, духовной жизни, административной принадлежности конкретных районов. И вот я показываю всем известный материал. Это все три наших диалекта, которые соответствуют географическому распределению также и истории тоже. Ну и восточная часть Латвии — это Латгалия. И Латгалия занимает территорию, которую мы называем верхнелатышским диалектом. Но тут та особенность, что на этой территории еще образовалась своя письма на середине XVIII века и с того времени порой говорим об отдельном языке, порой только о диалекте, порой о горе, какое время языковая политика куда нас уводит. Показываю внизу две книги. Сегодня мы не только Ярослава Сеолодовича вспоминаем, а, получается, многих своих учителей и тех, которые уже с определенными вопросами работали. Вот, например, моим учителем являлась профессор Марта Рудзиите, и она вопросами латышского отдела экологии занималась и вводила нас в этот контекст всех. А рядом там книжечка «Латвия Жуалвода для средней школы». И вот в этой книжечке, которая вышла в 1996 году, в этой книжечке первый раз в жизни появляется такой параграф, вторая традиция латышской письменности. То есть заговорили, наконец, о латгальском языке на официальном уровне более-менее. А это для школы, для средней школы. Мы, конечно, пользовались и со студентами. Ну, честь и слава нашим учителям. В принципе, все объясняется, если имеются в виду культурно-исторические события и историю края, если хоть сколько знаем. И вот смотрите на эти цифры. Наверное, показывается это или нет? А, показывает. Отлично. Тогда я смогу показать тоже, что я хочу. Вот эти года. 1629 год, так называемое, Альтмаркское перемирие, и до 1917 года Латгалия в отдельности живет от остальных краев Латвии. И как же в течение столь долгих лет, даже столетий больше, как же не могло образоваться тут что-то свое, такое, которое характерно только этому краю. И, конечно, это образовалось. Но я говорю, мне, наверное, придется эту карту, схему показывать до конца жизни своей, потому что очень многие этого не соображают, что все начинается с истории, что надо знать исторические обстоятельства, и сразу многое становится ясным. А тут такая старая карта из старого источника, 1977 год, но она очень ценная. Смотрите, вот тут, например, Латгалия и размещение русских и польских говоров на территории Латвии. Ну и, конечно, как не быть заимствованием разным, если по соседству мы живем уже несколько столетий. Ну и тут, конечно, динамика показывается. Потом покажу эту книгу, если интересно, можно в ней смотреть. Сколько и как много приграничье, там поляка в каком месте, сколько белорусов. И это все вместе с местными латышами, то есть латгальцами происходит. Ну и, конечно, это оставляет след и до наших дней, потому что славянское население в основном в этой восточной части. Латвия и проживает. Видите наши города и Рейзакны, Екапилс, Даугавпилс и синим русские. Ну и там, конечно, среди них и только русскоговорящие многие, но, в принципе, смотрите, что в Даугавпилсе, да, это Даугавпилс наш. Там же половина больше этого населения. И в Рейзакны почти то же самое. Ну и, конечно, это потом то, что мы должны решать на месте. Вот есть такой сайт, если интересуют разные статистические данные, что и как у нас в Латвии, можно по этому сайту посмотреть. Это все официальные даты государством даются. Ну вот, но то, что много славянизмов в речи местных жителей, конечно, это замечаем сразу и любой, который появляется в Латгалии. А как им не быть, если они, значит, этот смешанный состав жителей, и при том, когда началась наша письменность, в середине 18 века, как я говорила, там полно разных заимствований. И у нас, в отличие от литовцев, никто не занимался тем, чтобы упорядочить что-нибудь, чтобы освобождаться от каких-то нежелаемых славянизмов, полонизмов, скажем. А у нас все в одну кучу. И что-то отпадало, что-то приходило, что-то добавилось. И вот так все время. Ну и вот можно, можно разные, конечно, там тематические круги рассматривать уже. Духовная жизнь человека. Вот вуйцает, вуйцает. Учить. Звалять. Позволять. Старовять. Стараться. Варажать. Ну, заклинать. А есть у нас и варажбец, волшебник. Я в основном о глаголе, но, конечно, если другие тоже слова очень подходят, буду их называть. Завидовать. Завидовать. У человека разные социальные потребности, нужды. Ратовать. Ратовать. Русские не говорят ратовать, но зато поляки, белорусы говорят. Или русские говорят ратовать. А литовцы, конечно, у вас же полонизм, так как у латгальцев, но я сама по собой. Жабра. Попрошайничать. Жить. Брать с долг. И разные реалии, в основном, польского быта. Ну, быта, в принципе. Малять. Красить. Но это не просто красить, это художественный. Красивщик художественный. Художник. Прасать. Гладить утюгом. Таркать. Тереть на терке. Спрасть. И так далее. Ну, тут я просто несколько книг из этих старых времен. Старолатгальские письменные памятники. И вот смотрите. Вот наши славянизмы. 1801 год. Пазвалеешуна. 805-й. Павуецеешуна. 1817-й. Маляуец. И так далее. И так далее. Они здесь рядом с нами. Книги пользуются в народе. Ведь до советской власти к костелу отношение тоже другое совершенно было. Это все живет. Это все живет. Заимствования могут быть очень устойчивыми. И, конечно, у них своя реальная обусловленность. В наши дни уже некоторые, может быть, даже многие старые славянизмы сохранены. А некоторые считаются архаизмами. Вот, например, таким словом «спадзивотись» уже в Латгалии, думаю, не узнаете у старшего поколения, что это такое. А это «надеяться». Или «будовоть», «будовоть». Тоже слово «отпало» уже. Тоже с литовцами, конечно, совпадает «будовоть». Строить дом теперь по-другому. Количество заимствований в говорах не одинаковое. Так же, как отличаются используемые лексемы. Например, глаголом «рандауть» или «арендовать». «Арендовать» используется в Краславе, в Скайсте. Это я о Южной Латгалии. О Южной Латгалии в основном, что является территорией моих исследований. Но не в Извалте, где проживало сословие крестьян государственных. Вот рядом волосы находятся, а уже лексика отличается. И славянизмы тоже, которыми пользуются, отличаются. Вот, например, слово «вендеять». Из польского «вендить» в Краславе, Скайсте. Но «каптеть», говорят, в Извалте, в Аулее. А значит одно и то же – «каптить мясо». Ну и вот тут эта славная книга, которую вы толком не видите. Но вы видите ее титульный лист. «Контакты латышского языка». В 1977 году издано. И если вас интересуют славянизмы у нас, то это действительно компетентные статьи. Ну и Бенни Талаумане, возможно, известный наш диалектолог вам, в том числе ее статья. И вот появляется такое слово «гост», например. А сколько дискуссий было насчет этого слова? Оно исконное или все-таки заимствованное? И до сих пор, по сей день, нет единого мнения. В принципе, языковеды высказались уже давно. И самый, по-моему, все-таки такой обоснованный вывод, да, суждение дал профессор Антуанс Брейдакс. Также его знаете так. Ну вот он говорит, если у нас «гост», «гост» — это существительная основа на «о», а не «мягкое гость», то это не может быть славянским заимствованием. И он, конечно, там еще другие примеры приводит. И, по-моему, он это, ну, птицами показывает. Ну вот, индоевропейская хостис, да, он доводит до того, говорит, это наше общее, да, общее наше. Ну и там другие слова были. Конечно, потрудились немало те, которых и вы изучаете, и прозвучали уже, например, имя Сабаляускаса там про сельскохозяйственную лексику все, и наш Брейдакс. Вот это в свое время такие мы защищали кандидатские работы, так называемые. Так они выглядели. А потом, конечно, пошли и другие. И вот смотрите, вот, например, вот этот «Аугземнеку» — «Диалекта текст». Это текст из верхнелатышского диалекта и очень много материала ценного. Например, Антуанина Ретяяна, тоже уже в мире ином, но она успела. Вот видите, какая книга. «Аматная цива с лексикой» — это ремесленная лексика и ремесленная лексика. Вот, ну, понятно, понятно, откуда она. Вот Олега Трубачева «Ремесленная терминология в славянских языках». Это было для нее таким образцом. Ну и, конечно, Брейдакс и его избранное. Как славянизмы распространены, в каких местах они? Это тоже уже и фактически картировано, и часть описана. Вот, например, «капцеть». Ну, «капцить» — то, что я уже тут упоминала. Или «вуйцеть». Это все можно смотреть уже написано и очень хорошо обосновано, что откуда и как что получалось. Слово «школа». Тоже сколько разных дискуссий было и в наши дни, так как у нас возобновляется, возвращается латгайский язык в школу. А как же говорить «школа»? А русские тоже говорят «школа». А то, что до них поляки говорили «школа» и писали «школа», это как-то не учитывается. Вот, ну, начинаются такие ненужные дискуссии. А тут вот почему вот этот контекст все время важный и для меня лично, как будто чем занимается человек книжечки для детей, для школьников вырабатывает, да? Но мы уже довольно много таких выработали. И вот если будет возможность или кого-то интересует, подойдете, поговорим и о них. И сразу вот это славянского происхождения слова может быть все-таки есть балтийского происхождения, может, наше слово есть, а может, этот славянизм нужен, а этого, может быть, им лучше не пользоваться. И вот так мы все время проветриваем, что и как. А видите, как наша книжечка красиво названа? Это азбука. «Скриняйте», «скриняйте». А откуда «скриняйте»? «Скриня» — белорусское слово, в принципе. Но оно уже адаптированное, оно красивое. Ну почему бы нет? Ну вот, а со славянизмами мое занятие началось снова с одного хорошего человека. У нас работала такая Любовь Орловская. Вот вы ее видите. Тоже покоится человек давно. Она занималась этим, что готовила, ну, сборники научных статей для коллег, да. Старалась, чтобы вот после конференции выходили, ну так как в наши дни, да. Всегда есть энтузиасты и слава им. Ну и вот в этом сборнике «Лексические и грамматические инновации» 1982 год, вот моя первая, ну, как будто научная статья появилась, и она была посвящена славянизмам в наших говорах. Ну и, конечно, потом и в других работах я смотрела, как происходит адаптация славянизмов. Ведь они так, ну, включаются в наш общий словарный состав, что мы не различаем, что это как будто чужое. Это то же самое, что с германизмами. В латышском литературном языке полно их. А мы их не замечаем уже. И это как в любом языке. Это редкий язык, который остается только на своей национальной основе. Мы же друг от друга перенимаем. Только вот как мы на это смотрим. А тут я хотела показать просто, что адаптация полнейшая. В основном адаптация полнейшая. Вот смотрите на слово хотя бы чаровой, чаровой или баловодь, баловодь, ну, которое вам лучше нравится. Баловодь, ну, ладно, баловодь. Баловою, баловою, из баловоем, из баловоем, юз баловоя, да. А стаегою – это наше исконное. Стаегою, 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 стаегоем, стаегою. Да, да, ну, то же самое. Он полностью включился. И в основном это заимствование глаголы на «ать» с русского, на «ать» белорусского и на «ать» с польского. Ну и вот тут можно, конечно, посмотреть некоторые глаголы такие, у которых есть из всех трех языков соответствие. Вот, например, «маляоть», ну что я говорила уже «красить», и есть и русское, и белорусский эквивалент, и польский эквивалент. Или, например, «пильняоть», это значит следить за кем-нибудь или за чем-нибудь, ну что там происходит или что-то там, кто делает. А тут уже не полное. Вот, наверное, снова не хватает как раз русского. «Пильняоть», «пильняоть». Ну подсказывайте, если есть слово у русских тоже такое. Кажется, нет. Вот это значит только что, что славянизмы, это не значит, что они, ну как у нас это, к сожалению, часто получается, русские. Ну какие русские? Славянизм – это не русизм, конечно. Ну и вот в работе со студентами, конечно, обо всем этом можно говорить и говорим. А тут очень интересная такая вещь получается, такая гаплология происходит. Вот, например, «драпаковоть», «драпаковоть», а слово уже неудобное для использования. И получается, что уже опускается, один формант опускается, суффикс «ау». И говорят «драпаковоть», «драпаковоть». Есть одно и другое. И я нашла, ну, целую серию таких глаголов. Или, например, «ваксауть», «ваксауть». Ну, чистить обоуным кремом, но смотрим на русском языке «ваксить», белорусском «ваксать». Значит, это вполне реально, что может быть без этого «ав» и «наше быть». Но «наше» пошло по другой модели, конечно, там добавлялся суффикс и парадигма тоже его соответственная. Ну, тут просто я почитаю их, потом будет комментарий. У нас совпали так называемые признаводные слова, основы на «аё» и «оё». И вот какие там, и признаёте славянизмом или нет, так на ухо, да? «Абляоть», «балавоть», «бушавоть», «цыравоть», «дааравоть», «дыскавоть», «драпаковоть», «горовоть», «качавоть», «киавоть», «командавоть», «малявоть», «наймовоть». Часть, скажете, наши, а части нету в русском языке. Ну, вот поэтому они славянизмы. Ну, и, конечно, можно там и пласты хронологические какие-то образовать, и тут, конечно, не полное, тут такие заметки просто, но более старые, кажется, те, которые у нас общие с литовцами, или даже с посредством литовского языка мы их переняли в свои говори, да? Вот, например, как это «абляоть», ну, и считают языковеды, что «абляоть» из польского «хебловач», и это уже наше слово. Ну, по-русски другое, конечно. Или «наемаоть», «наймаоть», «нанимать батраков», старое слово, или это «пильняоть», что вот только что не узнавали, «плинтаоть», «подсекать лес», а есть и «плинтовка», названия местности такие, «питляоть», «питляоть», «вальцаоть», это мы даже в Краснодарском музее недавно с коллегами говорили, что значит одно, что другое, «молодь», а как «молодь», ну, конечно, теперь уже в наши дни этих приспособлений нет, но слово то осталось, что оно живо, оно невыдуманное, ну, вот и говорим про этнографию свою, а с музейниками это всегда интересно, конечно. Ну, более новые считаем, что такие, как «бушавоть», «дысковоть», те, которые уже пришли послевоенное время, «драпакавоть», вот «драпакс», например, вот знаете, как он выглядит, ну, горожане, конечно, не будут знать, но те, которые в деревне побывали, знают, да, там такие ацперы с пружины были интересные, железные, «капынуть», «качуть», «кинуть», «командовать», «пианствоть», ну, зашло оно, ну, что делать? Да, это никак все знают, «почавоть», «шпаляровоть», «трайоть», «виновоть», «вайявооть», ну, и вторая группа, которая, значит, самая основная масса заимствований славянских, вот в этой группе, что я показывала, «айо», «айо», «общие основы», а в эту группу тоже довольно много, это уже вторая, «айо», 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 и там, ну, как видим внизу, и уже бывают даже параллельные формы, ну, не все еще стало на свои места. Уместно славянизмам в латгайском литературном языке, что теперь возобновляется, бесспорно, хотя их существование и использование порой вызывают острые дискуссии. С изменением отношения к латгайскому языку на официальном, государственном уровне, их использование становится шире, и это действительно так. Это я, как говорится, чистый факт говорю уже. И если вы бываете в Латвии, и вы сами можете убедиться на любом шагу и в Риге, когда звучит уже латгайский язык, не только в деревне где-то, какие-то престарелые бабушки, чтобы пользовались, а как раз вот молодежь, и всегда это приятно, когда молодежь подхватывает твои идеи. Часть упомянутых славянизмом уже не актуальна, поменялись обстоятельства, употребляемые реалии, после дневного речи появляются новые славянизмы. Особый наплыв удало советское время вместе с механизацией зельского хозяйства. Славянские технические термины характерны для речи молодых мужчин, и часть из них так и остаются неадаптированными. Ну и они со временем, конечно, исчезают. Такие грузи, тачка, отвертка, это уже чисто советское время. Или высусварая насмешить. Ну что тут такое? Высусварая насмешить. Всех могла насмешить. И так это остается насмешить. Неадаптированным. Ну, а у нас смейте и смеяться, конечно, есть свое искреннее слово. Это уже такое, ну, речи, которую не считаем важной. Но тут можем еще одного вспомнить. Человека, который такие хорошие слова сказал в 2002 году, я их часто титирую. И, может быть, сегодня тоже они уместны. Важное предложение. Это он сказал, когда Владимир Николаевич Топоров, то есть его публичная лекция по случаю получения высочайшей награды Латвийской академии наук, большой медали Латвийской академии наук. Мне кажется, что среди тех 5-7 главных заданий, которые должны решать балтистика, одно связано с изучением латгайского языка. Или, если это вас шокирует, латгайского диалекта. Точка. Спасибо за внимание. Мой вопрос касается тем, как выжили церковные термины, католические, в первую очередь, со времен речи Госполитой и Владгалией, как они трансформировались в первократические слова, которые прошли через пользу огласовку и попали в Владгалию. Как они вообще выжили через вот эти четыре записи? Они выжили довольно хорошо. Я там уже показывала, потому что у нас же было государство отделено от костела, и у нас считалось, что бога нет. И так атеистами росли мы тоже. И тогда эти книги не пользовались. Но они как были, так они и остались. Они не уничтожались. Хоть очень много у нас дала эта пара, тоже с литовцами снова совпадает, запрет печати латинскими буквами. Вот эти 40 лет тоже большой ущерб нанесли. Но в принципе книги были. Книги были, и они не уничтожались все. А потом уже, когда возобновилось все во времена Латвийской республики, это междувоенное время, тогда их переиздавали, и тогда часть уже более-менее сортировали, которых оставлять, которых нет. И надо сказать, что во время этих церковных говорителей, но они не одинаковые. Во время этого запрета латинским буквам очень много некачественных изданий было. Конечно, такими пользоваться лучше бы их не было вообще, хоть и с Костелом связано. А в наши дни новые песни появляются. Вот у нас теперь возобновились майские песнопения. Ну, уже новые. У нас такой Антонс, Матвеянс есть. Пишут, и славянизм в том числе там есть. Ну, пользуемся. Хотела бы спросить, кто по преимуществу были священники, сказали, до 17-го года? По национальности? Да, по национальности. Знаете, у нас, ну, это вот тоже не исследованный вопрос, что у нас очень перспективно и было бы рассмотреть, вот как с жемайтами. Потому что когда у нас Краснодарская духовная семинария была, да, вот там как раз и с жемайцей. И они выучали латгайский, и многие литовцы оставались в Латгалии именно, да. И я могу вам, например, такая, Павел Свиркетис, он даже литературным прототипом является в первом латгайском романе Мюра Коунс. Ну, вот такое. И, конечно, и много поляков. Много поляков было тоже. Но поляки, поляки, к сожалению, они подальше от народа стояли. Они, например, вот в Краснове там такие платы, и там уже они тянули всех на полонизацию.